Ребят, я предлагаю сняться с нашим вторым корреспондентом, и за кто следующий? Ну что ж, Таня, вторым участником является Грузия, и рядом со мной сейчас стоит представительница этой страны, Тина. Тина, скажи, пожалуйста, что ты сейчас чувствуешь? Ну, если честно, мы в прошении, мы много готовились и очень волнуемся, но надеемся, что вы нас поддержите и все будет хорошо. Знаешь, поддержим, поддержим, конечно же, Грузия! Знаешь, твое волнение сейчас совершенно ни к чему, мы сейчас попробуем его убрать. Давай сделаем с тобой вместе глубокий вдох. И резко выдохнем и уберем все волнение, которое есть. Отлично, я надеюсь, что все волнение, которое было, ушло, а даже если чуть-чуть осталось, то мы сейчас залом попробуем это исправить. Мы сейчас поддержим еще раз тебя бурными аплодисментами. Вперед на сцену, Грузия! Спокойся, письмо с амуникационной технологией. Встречаем! Это высоко-високо в горах, в одном маленьком ауле, где воздух кристально чист, как первые девичьи слезы. А реки торопятся скорее, чем резвые скакуны, жили в мире и согласии под высоким солнцем горбцы. Девушки в ауле были неземной красоты, а мужчины, словно орлы, охраняли своих красавиц. Девушки парили над лугами, словно лебеди над озером. Молодые правые парни были готовы убить за каждую красавицу. Девушки парили над лугами, словно орлы, охраняли своих красавицы. Была в ауле дом, знатная пара молодая, Давид и Марине. Были счастливы молодые, и решили они всех друзей своих на свадьбу к себе позвать. Грузины очень гостеприимный и щедрый народ. Они считают традиции, но не теряют связь настоящим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова